Так, всем привет из солнечной долины Калифорнии. Сегодня я вам хочу рассказать немного о своей школе. Даже ответить, может быть, на пару вопросов, которые вы нам задавали. Итак, первое, я хочу вам рассказать про своё расписание. Расписание мне меняли или три, или четыре раза, потому что первый раз, когда мы пришли, первый день школы, приходишь, заходишь в актовый зал, и тебе по фамилии дают твоё расписание. Я получила расписание, у меня там есть и свои танцы, и физкультура. Я сразу обратила на это внимание, и думаю, ну а где же тогда мой урок, как алектио, где ты выбираешь свой урок? Его не было. Потом я подошла во время физкультуры, мне сказали подойти в офис к нашему канцлеру и спросить у неё, что происходит, и поменять это. Я это поменяла сначала, но на рисование. То есть вместо физкультуры у меня теперь было рисование. Я когда зашла в этот класс, там были почти или все шестиклассники, или семиклассники, то есть там вообще не было у меня, вообще, по-моему, не было друзей у меня. И рисовать я не умею совершенно, я очень плохо рисую. Я вообще не рисую, мне это неинтересно. Поэтому я решила, можно это поменять что-то на ещё что-то. И мы пришли. Почему ещё тяжело менять расписание? Потому что классы очень большие. В классе не должно больше, чем 40 человек быть. Но у нас в классе по танцам в прошлом году было 70 человек аж. А в классе, как математика, английский, это нельзя делать. Можно только иметь 40 человек. Поэтому тяжело менять. Если бы они поменяли меня в другой класс, где у меня есть друзья более, где восьмиклассников больше, то тогда бы в испанском классе и не могла быть. Тогда всё, надо всё менять. Это очень тяжело. Поэтому мы решили поменять просто рисование на бэнд. Это музыка. Я раньше играла на пианино немного совершенно. Нет, я не играю. Но я занималась пианино. И поэтому я решила, почему бы опять просто не пойти в музыку. Так как мне это даже более интересно. Поэтому мне наконец-то поменяли расписание. И сейчас я вам его уже покажу. Расписание выглядит... Сейчас оно у меня уже помято, потому что я его ношу уже два дня. Школа начинается 24 августа. Так выглядит моё расписание. Сейчас вам ещё раз попытаюсь показать. Вот так. У меня первый урок математика. Учительница по математике мне достаточно нравится. Потом по английскому учительнице. Ну, не сильно, больше мне по математике нравится учительница. По музыке я ещё не видела учителя. Это всё время. Два дня мне меняли расписание. Потом по науке. И наука в чём мне тут не понравилась. Потому что наука тут не как human body, не человека наука, а наука как техника. То есть там и планеты. Так далее. Мне это не очень интересно. Потом история... Учитель по истории очень-очень хороший. То есть мы пришли, он сразу сказал, я хочу, чтобы вам было легче. Используйте свои слова, говорите со мной. Если вам что-то надо сделать, то скажите мне. Я вам наверняка это разрешу сделать. То есть есть свои правила. Очень-очень хороший учитель. Пока это лучший учитель, который у меня был за все три года. Потом учительница по танцам. Она у меня была уже все два прошлых года. Я просто беру танцы, чтобы не брать физкультурю. Я не люблю бегать, особенно по жаре такой. И по испанскому. Я не сильно люблю испанский, потому что, конечно, я легче просто как русский говорить. То есть я уже знаю русский и английский. Поэтому легче, когда ты знаешь язык, чем когда ты ничего не знаешь. И тебе надо полностью его учить. Ну и посмотрим, как это всё будет. Пару вопросов по поводу ID. Сейчас я вам его покажу. У нас в этом году, да, новая ID. То есть оно... В прошлом году это была такая как пластмасска. И почему они это наверняка поменяли? Потому что она всегда рвалась. То есть в год мы покупали по 4, по 5 как минимум новых. Да, они стоят всего лишь доллар. Но всё равно это так всех раздражало. И сейчас покажу. Я не хочу просто показывать свой номер. Потому что на номер иногда на карточку кладутся деньги. И чтобы никто не знал номер, так бы было хорошо. Вот. Моя ID. Восьмой класс. Я выгляжу, как будто мне кто-то белую пудру на лицо перед фотографией насыпал. Сейчас я вам хочу поближе чуть-чуть показать. Вот так. Да, вот так оно выглядит. И разный. Сзади фон другой. Так, в принципе, всё одинаковое. И он достаточно длинный. Да, он где-то вообще... Ну, не до колен, конечно. Но он длинный. Так что вот такие вот правила... Ой, правила. Вот такая вот у меня вот такое расписание. И как мне его меняли. И у нас новая ID. Также я буду отвечать на ваши вопросы. И вам покажу правила школы. Есть видео, где я уже хожу по школе и показываю именно всё вокруг. То есть, как классы выглядят. Есть видео, где я рассказываю о школе. Зайдите просто в видео от Sony в плейлистах. И там поищите. Там наверняка будет видео от школы. Оценки, как выглядят. И всё далее. Пишите любые вопросы, которые вам интересны. Или пишите мне в Инстаграме, ВКонтакте. Да, есть в Инстаграме, есть ВКонтакте. Я попытаюсь это оставить в описании этого видео. И всё. Всем пока. Надеюсь, что у вас тоже школа будет легкая достаточно.